На каких жгутах висел Дмитрий во время зачатия с Анастасией? Я привязала его к койке. Он забыл на месте. Ту-ру-су. Дороды. О-о-о! Моя малышка. Друзья, всем привет. Я Владимир Коней. И это шоу Семейный. Вопрос. Привет. Большое спасибо. Первая викторина про известные семьи, скандальные факты из их жизни, нескандальные факты из их жизни и факты не из их жизни. И не факты. И не и. Будут вопросы про семью, детей, родственников, то есть все, как в программе «Можское и женское», только без матов, драк, самосожжение и у всех участников есть зубы. Питер, все будет совсем по-другому. Наша задача выяснить, кто больше знает о семье соперников. Под ваши апплесменты, пожалуйста, представим участников нашего выпуска. Семья, в которой жена поздравляет мужа еще и с днем полузащитника Отечества Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Пожалуйста. Дима, Настя, здравствуйте. Привет. Спасибо, что вы с нами сегодня. Семья, в которой неважно, сколько зарабатывает муж, ведь жена может прожить на 100 долларов. Семья, в которой двое детей и три непоседы. Влад Топалов, Регина Тудоренко, здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Расскажите нам, пожалуйста, про ваши фотографии. Что вот сзади вас мы видим? Это фотография обычного понедельника, верно? Да, почти. Ну, первые две это годовщина нашей свадьбы. Пять лет. Была 9 января. И в этот же день мы устроили фотосессию на память. Как бы вот в свадебных нарядах. Ну, и последняя фотография, она у нас знаковая. Мы здесь в ожидании сына. Почему именно она интересна? Как мило. Как мило. Очень хорошо. Слушайте, я посмотрю на фотографию вашей. И вопрос, самый главный. У нас нет детей. Мы их скрываем. Мы их скрываем. И вопрос. Есть ли у вас цветная одежда? О том, как бы монохромно мои друзья. Ну, ладно. Просто подумайте об этом. Просто знайте, что есть еще другие цвета. За что же соревнуются сегодня наши участники? Это набор. Уникальный для укрепления семьи от канала «Все о родах». Набор «Счастливые родители». Масочка для сна. Для родителей. Раз. Разумеется, беруша. Потому что у вас есть дети. И скотч. Для чего нужен скотч? Решайте сами. Например, можно вашу дверь в спальне заклеить крест-накрест, чтобы в 7 утра в субботу дети не ломились, а нашли себе сами какое-то развлечение. все очень просто. Так что этот подарок достается нашим победителям, которые сумеют одержать победу в нашем сегодняшнем шоу. А те, кто проигрывают и набирают наименьшее количество баллов, их мы прогоняем с позором. И так как у нас семейное шоу, эти люди еще выносят мусор. Перед тем, как мы начнем, все вы знаете, что сейчас популярен очень не фейк, это система, где заменяют лицо. И чтобы наши зрители были уверены, что мы с ними честны, что у нас настоящие звезды в гостях, у нас небольшая проверка. Дмитрий футболист. Дим, у тебя простейшая задача набить мяч 10 раз. Пожалуйста, будь добрый мяч. Пожалуйста. Он тяжелый. Пожалуйста, так. Обычный мяч. Обычный мяч. Дим, ты как будто давно не делился за мячом. Десять раз? Десять раз, десять раз, Один раз только возможно. Да. Ну что ж, ну, как минимум, это рубин. Ну да. Или начало карьеры Томска. Да, да, да. Хорошо, друзья, была легкая, веселая проверочка. Нормально, нормально. Я забану. Так как мы решили в самом начале проверить мужчин, проверить мужей, проверим и тебя. Давай. Ты прекрасный певец. И как любой певец с крепким, сильным голосом, мы рассчитываем, что ты разобьешь бокал. Если будешь петь на него, пожалуйста, выносите. Я должен разбить бокал? Голосом, голосом. Ну вот он. А, 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 но запотел. Друзья, на это развлечение у нас запланировано полтора часа, поэтому мы с ними добиться. А, 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 запотевает. Ну зачем? Они все знают, что ты пил. Суббота. 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 Давайте-ка мы перейдем, друзья, с вами к первому раунду, который называется Да, Нет, Джиган. Отлично. Да, Джиган? Да, Нет, Джиган. В эту игру я сыграю с удовольствием. Каждой паре я называю факт, а вам нужно ответить. Это факт о семье вашего соперника? Это неправда? Или это факт о семье Джигана? За правильный ответ один балл, два балла, если угадываете что-то про семью Джигана. Но если вы сказали, что факт про Джигана, а ответ неправильный, то минус два балла. Дима, Настя, поехали. Еще разочек, это вопросы про ваших соперников. Итак, отец Влада, Михаил, тоже окончил музыкальную школу, но по классу фортепиано, а не скрипки. Да, наверное, да. Да, считаете вы. Итак, правильный ответ это да, поздравляю, у вас уже есть призовой балл. Отлично, идем дальше. Влад и отец Регины родились в один день. Да, нет, Джиган. Что, думаешь? Да. Не смотрите, пожалуйста, на лицо Регины, которая делает либо так, либо вот так. Мы не видим друг друга. Мы закрыли лица табличками «да». Хорошо, ответ. Они нас хорошо знают. Вы показали «да». Мы показали «да». Возможно, это сталкеры. Посмотрим. Откуда вы знаете? Ответ. Да, и это абсолютная правда, потому что 25 октября это дата. Мы готовились. Мы еще и выбрали для тайной росписи, понимаете? Видимо, хотели в будущем... Тайная роспись. Тайная роспись, которая мы вообще все... А что, это было не так? Не тайная роспись? Нет. Мы придумаем факты на ходу. Итак, идем дальше. Влад в дуэте с Филиппом Киркоровым записал в 2013 году трек «Поезд в Бишкек». Надо вспомнить, «Джиган» не записал. Да, нет, «Джиган». Нет. Вы показали таблички. Нет. Прекрасно, хотя... Это правильный ответ. Поздравляю вас. Вы получаете призовые баллы. «Поезд в Бишкек». И следующий вопрос. У детей. Влада и Регины разные фамилии. Да, нет, «Джиган». Может, звучит... Не смотрите на Влада. Он, возможно, будет показывать вам сеть своего рождения. Сын, наверное, да, у него в Вайнштейн. Думаешь? Да. Мне кажется, сын. Ну, давай, «Джиган» берем. Настя сказала... Хорошо, и ответ «Джиган» это правильно. Сын, да, у него... Дело в том, что у «Джигана» все Самойловы, а сын с его фамилией Устименко. Окей, теперь наш «Блиц» для Влада и Регины. Ребята, готовьтесь. Погнали. «Да, нет, джиган». Очень просто. Итак, поехали. «Джигана». Вопрос про ваших соперников. Напоминаю, у нас серьезный приз. Слово такое хорошее. Соперники. Почему соперники? Коллеги. Про ваших кровных врагов. Хорошо. Это глупо. У людей, которые говорили про вас такие вещи, как у вас не было. Итак, поехали. «Блиц» для Влада и Регины. Первый вопрос. Про ваших соперников. У друга Димы, певца текилы, есть трек под названием «Ты чемпион». Он был записан к чемпионству футбольного локомотива в 2018 году. Ответ. «Да, нет, Джиган». Ответ. «Да, нет, Джиган». Пожалуйста, вы сказали «нет». Вы сказали «нет». Серьезно? Да. Ваши карты. Да или нет? Нет. Да? То, что нет. Да? Нет. Хорошо. Ну что же. Ответ «Джиган» правильный на самом деле, ребята. Дело в том, что у него в 2012 году вышел сингл «Ты чемпион». Так, блин. Ну так хорошо, давай поменяем сейчас. «Джиган». Абсолютно верно. Абсолютно. Но, к сожалению... Мы же можем смонтировать, на таких случаях. Поднимай «Джиган». Нет, я... Что-то свое. Я же не слышал эту песню. Я не знаю ее существование. Это не значит, что ее нет. Да, у меня есть. У меня есть выходы на наших монтажеров, но есть ли у вас 400 рублей? Вот вопрос. Идем дальше. Следующий вопрос. Настя дважды участвовала в конкурсе «Мисс Беларусь». Да. Настя? Нет. Я просто давно перестал следить за конкурсом «Мисс Беларусь». А пора бы. Как мы с тобой познакомились, уже все. Да. Я думаю, что нет. Ну как? Ну Настя могла бы. Настя точно могла бы. Я уже опять «Джиган» сейчас увидел. А сейчас… Давай «Джиган»! «Джиган» до операции ты имеешься. Выберите «Джиган» реально. «Джиган»!» «Да». «Давайте сделаем так». «Да». «Почему же нет?» «На самом деле, к сожалению, вы ответили неверно, поэтому вы получаете минус 2 балла». А ноль минус 2, вот это да. Итак, идем дальше. Хорошо. Дмитрию и Анастасии так понравилось праздновать, что в 2021 году они сыграли свадьбу еще раз. А? Ну, давайте. А вот это я не знаю. Давайте. Сыграли бы? А что еще? Да-да. Века сюда. Да-да. Ну, конечно. Это «Джиган». Давайте, давайте. А, нет, это «Джиган». Конечно. Конечно «Джиган» праздновал не так. Надо подсказать ребятам. Приз. У нас на кону приз. Нормально. У нас не подожди какие-нибудь. «Джиган», «Джиган», да. Считайте, что «Джиган», да? Хорошо. Но если что, мы бы тоже праздновали. Поздравляю, вы вышли на ноль баллов! Отлично! Вот это да. Это про «Джигана». Идем дальше. Дима и Настя долго выбирали имя одной из дочерей и остановились на варианте «Лея». Чтобы на даче ходить и говорить, а где у нас «Леечка»? Ну, у «Джигана» есть «Леечка». Дочка «Лея» у «Джигана». Я свяжу. Вы считаете, что это «Джиган»? «Джиган» смотрит наше шоу и такой… А у него дочка «Лея». Точно, говорит он, потому что это правильный ответ. Поздравляю, поздравляю, да. У нас, друзья, ведет пара Дмитрия и Анастасия. И поздравляем вас в первом раунде. Я выношу мусор. Я выношу мусор? Нет, еще нет. У нас еще впереди 16 раундов. Я привык мусор выносить. Друзья, мы идем дальше. У нас раунд номер два называется он «Поясни за факт». Пожалуйста. Сейчас факты будут точно про пару соперника и даже с вариантами ответа. Готовы? Да. За какой клуб однажды сыграл Дима? Варианты. Аэрозоль, метан, химик. Ну, однозначно аэрозоль. Нет? Химик. Ну ладно, я прислушаюсь к боже. Не буду. Ну хотелось бы аэрозоль, это круто. Оставим аэрозоль. Да нет, ну химик, а оставляем аэрозоль. Почему? Ну потому что это хорошо. Ты хочешь сыграть за аэрозоль? Я мечтаю сыграть за аэрозоль. Ребята, это химик. Непонятно. Как? Аэрозоль, аэрозоль. Но это аэрозоль. Это была одна игра. Я как и Настя слежу за карьерой Димы. Одна игра. Да. Заплатили правильно. Там два балла надо. Да, я все угадала. Поздравляем, у вас плюс один балл. Класс. Фантастика, молодцы, круто идете. Хороший вопрос. Так, Дима, Настя, вопрос вам. Сколько раз Регине делали предложение руки и сердца? А зачем сейчас поднимать такой вопрос? Я тоже не против узнать. А сейчас не надо. Так, а мы в каждом интервью про это говорим. А я давно это была. 60. А в другом 65. Все время, каждый день. А вот, знаете, дело в том, что когда мы с женой говорим про какие-то такие вопросики, мы всегда говорим друг другу, что мы пришли к друг другу нецелованными. И мы тоже же. Да. Чтобы это какой вопрос-то? Это самое главное. Один раз. А факты немножко отличаются. Нина тоже пришла ко мне нецелованной. Ну да. Вот, пожалуйста. Так вот, еще разочек. Сколько раз Регине делали предложение руки и сердца? Варианты. Два. Бэр. Пять. Семь. Своя цифра. Нина, давай у тебя интуиция хорошая. Один раз муж делал, только муж. Ты серьезно? Семь? Бэр. Такого варианта нет. Не надо. Два семь. Сколько? Пять? Мне кажется... Два. Пять. Семь. Да в смысле? Вы шутите шутить? Там даже... Два. Два. Считайте вы. Я не... Я думаю нет. Ну как нет? Я... Посмотрел я ее. Посмотрел я ее. Смелее. Ей только два раза могли предложить. Она молодая девушка. Вряд ли ей успели Так ну вот именно, что она красиво молодая, пусть будет семь. Давай семь. Семь. Прекрасный выбор. А почему бы нет? А давайте. Потому что семь это правильный ответ. Да. Поздравляем. Плюс один вал. Нет. Нет. Вам да? Нет. Я один. Все неправда. Друзья, это еще вопрос для Регины Иглада. Да. В каком городе родилась Настя? Варианты Луховицы, Улан-Батор или Сальцк? Луховицы, Улан-Батор, Сальцк. Первый вариант я выбираю. Десять секунд за ответ. Луховицы. Луховицы. Досрочно. Прекрасно. Но по танцу, который сразу же с рождения даруется рожденному в этом городе, вы понимаете, что, конечно же, это Сальцк. Потому что Сальцк это столица Сальцы. Верно? Ростовская область. Верно. Получается так. Получается так. Следующий вопрос. Дима, Настя, к вам. Где Регина рожала младшего ребенка? Варианты. В лесу. В лесу. В реке. В Майами. В бассейне. В бассейне. В бассейне. В бассейне? Слушайте, а была ли у ребенка шапочка? Я думаю, рубашка точно была. Рубашка точно была. Итак, вы не поверите, это правильный ответ. Это правильный ответ? Я не родила его в воду, но рожала. Процесс родов в воде был, поэтому я думаю, что можно считать. То есть была в бассейне, схважала, ну все-таки тысячу метров доплыву. Да, да. Еще раз, разочек, все-таки. Ты была в бассейне? Я была в бассейне. Отдыхала. Отдыхала. И люди, люди подошли и говорят, подходите ближе, кто хочет посмотреть. Сейчас будет шоу. Это будет прикольно. Был один человек, стало два в бассейне. Вот такой водный ксерокс. Все потянулись, потягивают коктейли. Я такая, ну все, сейчас будет. Ну и все, В общем, делай это упражнение. Один раз в две недели. И спина не будет болеть. Я подышала маткой, все сложилось как надо. Потом вышла. Прости. Для нас мужчины все эти слова это сразу так о-о-о-о. О чем-то другом. Во время первой беременности Евгении Петровны для нее было очень важно, чтобы я читал ей аффирмации. И она мне дала текст. Она мне дала текст. Вот. А я прочитал текст, посмотрел, и сказал, я не буду это читать. Но потом и читал. Мне это надо. Я говорю, ты понимаешь, я должен приехать в студию и сказать звукорежиссеру, давай, и я буду говорить вот то, что здесь написано. А там было написано примерно вот это вот. Пример, да, да. Вот. И я в итоге, я не мог, я попросил звукорежиссера включить запись и выйти. И уволил их. Вы уволены. Уходите. Там очень красивые слова. Твоя луна раскрывается. Ты выпускаешь ребенка из себя. И мне надо было вот таким голосом говорить. Да. Следующий вопрос. Дима, Настя, вопрос к вам. Сколько лет была Регине, когда она с Владом сначала первенца? Варианты. 27 лет, 26 лет, 24 года. 18, говорится. 24, наверное. Окей. Ваш вариант 24 года. Мне кажется, да, потому что Регина молодая девушка. Если в сумме 5 лет детям, и старшему 4,5, то думаю, что 24. 24. Итак, поздравляю, вы пропускаете призовые баллы. Дело в том, что 27 лет. Нет, да нет, 28. Зачало первого? Зачало? 27, да, у меня было 27. Вы правы. А как они следили за тем, как мы зачали? Понимаешь, у нас есть специальный калькулятор, из которого мы... В декабре 2016 года родился ребенок. Отсчитываем 9 месяцев. У нас есть калькулятор, который может... И мне 27 было, когда мы зачали. Ты что, не помнишь, как мы зачали в 27? Но мне приятно, что Настя подумала, что мне 29, а мне это скоро 33. Я хорошо выгляжу. В сезоне, поаплодируйте. Вот это мужчины сегодня скупые на комплименты. Да, парни, парни, надо что-то менять, надо что-то менять. Поэтому сейчас у нас будет такой вопросик, вы вообще будете... Когда Зачал Дмитрий? Да. Когда зачали Дмитрия. Это Дмитрий. Или как зачал Дмитрий? На каких жгутах висел Дмитрий во время зачатия с Анастасией? Шибари. Есть, есть такое, шибари. Мне нравится, что вы в этом разбираетесь. Итак, идем дальше. Регина, ладно, вопрос для вас. Да. Мы готовы? Да. Точно? Да. Ну ладно, так держите. Чего больше? Детей в семье Дмитрия и Анастасии или голов Дмитрия за футбольный клуб? Томь. Итак, вариант А. Детей. Вариант Б. Голов. Вариант С. Поровно. А за какой клуб? Томь. Это такой клуб, там мало я забил, я точно знаю. А в каком много? Волокомотиве больше. Да вот поровну. Давайте поровну. Поровну. Может быть поровну. Кукиш вам. Неправильный ответ. Детей? Детей больше. Да. Детей три. Я показывал. Гол один. Один гол. Я побыл. То есть три гола против одного. Друзья, поздравляю. Как вам здесь, а? Мы же с вами в третьем раунде. Как же наши зрители сейчас рады, что они тоже оказались вместе с вами в третьем раунде. Итак, наш раунд номер три. Мы просили вас подготовить по одной истории из семейной жизни и немножечко эти истории приукрасить. Или не приукрашивать, по вашему желанию. Соперники должны угадать, где и что вы приукрасили или не приукрасили. Так. Угадываете, получаете три балла. Ого. Не угадываете, три балла вы не получаете. Видали, какая логика? Круто. История Дмитрия и Анастасии. В общем, когда я была беременна нашим первенцем, дочка, мы с Димой спорили, как же мы назовем. Дима хотел назвать двумя именами Маши, либо Кристина. Да. То есть на выбор. Да. Я ему сказала, что я хочу назвать дочку Миланой. Я всегда знала, что у меня будет первая дочь, и я ее назову обязательно Миланой. И мы нашли решение. Дима напишет имена, в том числе и Милану. На бумажках десять имен. Я говорю, давай вытягивать. Какое вытащишь, такое будет. А откуда вытягивать? Откуда вытягивать? Под подушку. Под подушку. Вечером, да. И ты на всех бумажках написал Машу. Вот, ты правильно. На всех Машу и Кристина везде. Да, да, да. Вот правильно. Ты восемь. Но зашел, короче, думаю, надо что-то, ну, какое-то редкое имя. Зашел в Интеро, думаю, редкие имена. Да. И нашел, ну, там были разные имена. И нашел Интеро имя. А есть такая команда Интеро, фокбольный клуб. Вот, я думаю, Интеро просто одно редкое. Положу и все. И она вытягивает Интеро в итоге. Утром. Ну, и мы начинаем, короче, ругаться. Я говорю, ну, конечно, Интеро мы не назовем. Но как бы пришли к тому, что назвали Миланой в итоге. Могли бы назвать другим клубом. Аэросклуб. Аэросклуб. Прекрасный клуб. Загребина. Загребского Динамо. Так. Так назвали в итоге Милану, а вы вытащили Интеро. Да, назвали... Динамо. Динамо не очень хорошо. Для девочки нормально, а для мальчика не очень. То есть Сажина могло быть такой. Ребята, вот такая история. Что считаете вы? Мне кажется, что в этом все правда. Все правда. Вот прям все правда. Мне кажется, что в этом все правда. Мне кажется, что да. Да, очень правдивая история. Мы просто тоже так сделали. У нас был мальчик, а мы думали, Маша или Кристина. Частая история. Назвали Милана. Нам так назвали Милана тоже. Мы тоже думали, а я сына назвал тоже Кристиной. Они подружатся, Володя. Конечно, конечно. Как ему идут эти платицы? Итак, вы услышали версию, что это все чистая правда. Давайте-ка сейчас вашим мощным кукишем утветим нос. Это неправда. Это неправда? Серьезно? Неправда была то, что Интера была, это вы придумали сами. Было 9 записок Кристина Маши. Какое-то, понятное дело, из этой имени больше. И одну Милана. И я утром вытаскиваю Милана. Но мне стало интересно, что же он там написал? Какие там имена еще были? Смотри, Кристина Маша, Кристина Маша. Видишь, это просто... Офигеть история. Такое не бывает. Окей, все, Милана первая. Справедливо, круто. Это классно, и классно, что у Димы такой крепкий сон, что можно поднять подушку, убрать все Кристины Маши и положить все Миланы. Замечательно. Хорошая, хорошая тактика. Блестяще, и все, и сработало. Поздравляем. Отличная история, в которой вы смогли запутать ваших конкурентов, ваших соперников. Ну что, дорогие соперники? Да. От вас будет история? Или пропускаете? Должны были рассказать, да? Вы должны были рассказать. Давайте у нас еще одна история есть. Мы можем... Тогда вам нужно быстренько поменяться одежды и сесть, и мы их сдалека снимем. Но есть история, да? Да. Пожалуйста. Когда мы узнали, что Регина беременна... Так. Мы кто? Я и Регина. Ага. Регина сказала, что ей очень важно, чтобы я присутствовал на родах. Был прям с ней... На чужих. Это у всех так, должно быть. Обкатал. Это у всех так. Обкатал навыки. Да-да, на чужих. Вот, значит... И я, естественно, противился. Очень не хотел. Сказал, ну как-то так, это уже невозможно, не хочу. Она сказала, для меня это важно. Да. И в последующих, там, 9 месяцев мы к этому готовились. Мы ходили на какие-то курсы, читали какие-то книги, смотрели видео. Мы вместе ходили, значит, там, к гинекологу на осмотры. Кану родов Регина захотела есть. Так. Она съела 4 килограмма раков, значит, и через несколько часов мы поехали в роддом. Я съела там спагетти. Там она съела спагетти. Потом еще килограмм мандаринов. И кричала, пожалуйста, сделайте мне клизму срочно. Понимаете, понимаете, что я не хотела? Я хотела. Ну да, когда едете в открытом автомобиле, и жена кричит, мы едем сделать... Ну, собственно говоря, наверное, это когда-нибудь будет конец истории. Ну, нет, ну, все произошло, все случилось. Мы еще пока... Вы еще раков заказали? Да. Мы пока в ванной сидели, пока в ванной сидели, мы пели песню «Подону гуляет», «Подону гуляет» казак молодой, а кушерка подключилась, все втроем начали петь. Вот. Ну, а потом я вышла и родила. Да. Все. Вышла из роддома? Ну, и приехала домой. Приехала домой, наполнила бассейн, подождала 4 часа, пока там набирается, температуру еще немножко выровняла, и родила. И родила. И у меня на диктофоне, кстати, первые звуки моего первого сына на телефоне. Серьезно? Вот прям, вот ты в итоге присутствовал, да? А? Да, я присутствовал. Круто. Я привязала его к койке. Да. О, что он кричал? Какого черта я в бассейне? Где ваша шапочка? Где соскопьев шапочка? Где тросики мои? А есть ли у тебя диктофон с собой, чтобы он послушал? Ну, в телефоне есть. У меня просто, вот очень похожая история. Так и с женой, да? У меня тоже есть первые звуки при рождении моего ребенка. Серьезно? Это офигенная космос. Так вот, вы оба были на моих родах. Если вы не против, я бы вам... Я бы вам... Серьезно? Да. Сейчас, 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 сейчас. У нас, кстати, с ним... Да, пожалуйста. Вот это да. Как светло. Здравствуй, папа. Я Лёва. Денечек я побуду с вами дома, а потом пойду устраиваться на высокооплачиваемую, престижную работу. Вот, у нас с ним очень похожие голоса. Это был странный мой историк. А он сразу старым родился, да? Итак, в вашей истории мы услышали, что много блюд, приехали, пели песни. Раки, пиво, песни. Казак молодой. Пиво. У тебя... А основная мысль, что у тебя на диктофоне записаны слова и реплика первая твоего ребенка? Он тоже читал аффирмации. Тоже читал. Хорошо. Верите ли вы в эту историю? Блин, ну... Где основная часть... Мне кажется, что-то могли обмануть в чем-то, в каких-то нюансах. Вот раки, я сомневаюсь. Четыре килограмма. Багетти, но нет. Килограмм апельсинов, ну чего? Ну, грамм 600. Ну, да. Ну, максимум. Чего там больше? А вот суть. Мог ли Влад сейчас наврать со святым, с тем, что у него есть первые звуки при рождении его ребенка? Нет, я тоже был, как бы присутствовал. И я вот... У меня нет этого. У нас есть на видео. На видео есть только. Ты тоже был на родных рейхе? Да. Я тоже был. Это был большой бассейн, ребята. Я был рядом, на углу, где джакузи. Где скоростное плавание. Он говорит, слушай, что за звук? Давай за шазами. На первой дорожке, значит, там была аква-аэробика, вторая – скоростное плавание, третья – рожает Регина, а четвертая – там детское занятие. Так, а четыре килограмма раков – это вы все съели, да? Я съел. Вот чисто вот это тяжело. Насколько я люблю раки, насколько я донской человек... Мне кажется, в этой истории нас запутывают еще. Запутывают. Мне кажется, что здесь... Нет, у меня максимум – это два. Ну, это прям... Смотрите, в этой истории, мне кажется, что самая главная... Запись? Суть, да. Запись первых звуков рождения ребенка. Чтобы папаша беленький в калате стоял, еще что-то записывал. Я думаю, неправда. Хотя, может, правда. У меня только на видео... Ну, если Регина могла попросить, слушай, сними, пожалуйста. С другой стороны, один человек с гитарой сидел и пел, когда рождался его ребенок. Мы его все знаем. К сожалению. К сожалению, мы все знаем. Уанта ломила. Итак, правда, неправда, что у Влада есть на диктофоне первые реплики ребенка. Я бы ответил, нет, потому что мне было вообще не до этого, чтобы доставать диктофон. Я бы ответил, нет. Мне было не до этого. Нет. Наверное, нет. Ну что, выкладывайте. Есть. Есть. Нет. Есть, серьезно. Ну что, молодцы. Молодцы. Сумели вашими долгими историями с мандаринами, с апельсинами. И рака поносила 4 килограмма. Она больная на раках. Самое смешное, когда она сейчас, она сейчас еще кормит нашего второго человека грудью, и она заказывает раков, и это очень странное зрелище. Она сидит. Да блин, да не надо. Давай все держи. Бойся бога, не надо. Веду раков, тут, значит, галютая грудь. Это я так. Он так. Знаешь, что-то я там. Какой-то, что-то я там. Брызгает рак. А я вот туда. А это, ты должен спросить, вот у меня такое лицо. Вот у меня такое лицо. Я говорю, ты можешь как-то, ну хотя бы, одного покорми. Я его прикрыла. А я же говорю, что рано или поздно наша программа превратится в «Пусть говорят». Выносите ребенка, он подтвердит. Пожалуйста. Ну и пока его. Да, у нас прямо сейчас прямой репортаж из бассейна. Давайте. Друзья, в этом раунде вы будете угадывать, как на наши вопросы отвечали ваши близкие. Учтите, что их ответы не всегда могли быть правильными. И вариантов не будет. Так что за верный ответ вы получаете сразу два балла. Нужно стараться ответить верно. Для пары Влада и Регины на наши вопросы ответила сестра. Влада, Алина. И у нас есть видео, пожалуйста. Какой фрукт ты больше всего любишь? Так, какой фрукт больше всего любит Алина? Давайте думать. Алина, Алина, Алина. Алина должна при ней любить... Арбуз? А, кстати... Ну, это как бы... Ну, да, фрукты, ягода фрукты. Арбуз может быть. Арбуз. Арбуз Алина может любить. А давайте-ка тогда мы ответим, так-то или нет. Арбуз или арбуз? Или, может быть, клубник. Ладно, арбуз. Арбуз. Будет смешно, Сергей. А давайте-ка посмотрим прямо сейчас, пожалуйста. Если это вопрос ко мне, то я, наверное, больше всего люблю арбуз. О-о-о! 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 Прекрасно! Прекрасно! Я ее знаю лучше, чем ты. Получается, да. Офигеть! Я бы сказал клубника. Теперь будет вопрос для Димы и Насти на наши вопросы. Отвечала ваша дочь Милана. Моги солнца. Если бы тебя назвали другим именем, какое это было бы имя? Если бы тебя назвали другим именем, какое бы это было имя, кроме Интера? Мы обсуждали, я и говорил, что Маша. Так, посмотрим. Милана знает? Маша. Прекрасно! Прекрасно! Хорошо! Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос для Влада Регины. Пожалуйста. Любимый мультфильм Влада? Любимый мультфильм Влада? Ну, сейчас мне бы хотелось сказать, что это Encanto, который я озвучивала. Ну, это не Encanto. Мы его смотрим с семьей. У меня дети кайфуют. И мы его смотрим с семьей. Спасибо, мне очень приятно. Нам просто надо смотреть его с семьей. Все время. Если мульский Encanto, вы смотрите хорошо. Если книги читаем, то мои. Я написала, кстати, книгу. Мою книгу. Да, да, да. Если учебник по математике, то тоже мой. Я тоже написала. Наверное, король лев Алина ответила, если про меня она спрашивает. А давайте посмотрим, как же ответила сестра. Я бы, наверное, сказала, что это король лев. Еще! Это впервые в мире такая реакция. Король лев! Да! Да! Хорошо, идем дальше. А вот, подожди, мы даже из роддома так выходили. Влад поносил ребенка, где пел так. И нянечки со второго этажа. Окей, следующий вопрос для вас. Дима, Настя, поехали. Вопрос, который мы задавали вашей дочери Мелане. Что самое красивое у мамы? У мамы? Что самое красивое у мамы? Сейчас наверняка дочь ответит про догоценности. Все красивое. Или глаза. Я вопрос и снимал нашу дочку. Или душа. Ну? Или вся мама целиком. Или косметика. Я бы сказал, если бы меня спросили, я бы сказал, вся моя мама. Самая замечательная. Да. Я бы сказал конкретное, что у мамы Миши красиво. Ты думаешь? Я не знаю. Может быть, прическа? Я не знаю. Ну, отвечаю. Пусть прическа. Ребята. Анастасия сказала прическа. Прическа. Наверное. Сияшки-бусы. Вот и сияшки-бусы. Сияшки-бусы. Потому что они подчеркивают прическу, разумеется. Сияшки-бусы. Окей, у нас еще есть по одному вопросику. Пожалуйста. Как я называла тебя в детстве? Как ты называла меня в детстве? Напоминаю, мы в интернете, но есть все-таки какие-то границы. Пусякочка. Декстер. Доктор Декс. Декстер. Пусякочка. Пусякочка. Ну, Декстер, наверное. Почему Декстер? Ну, из приличных. Почему Декстер? Вот, по-моему, мы, когда были маленькие, мы смотрели Cartoon Network, ныне, наверное, тоже запрещенный в России. Да, все запрещено. Да, да, да. Вот. И там был мультик, он взял Доктор Декстер. Там был какой-то странный, сумасшедший профессор, вот. И его звали Декстер. А там, по-моему, меня звала Декстер. Ну, есть вот такая история. Вот это прозвище, так прозвище. Посмотрим, так ли это. Пожалуйста. Ты для меня всегда был пусяко. Ты пусяко по сей день. А вот ты меня в детстве сволочь называл Зелебобой и Годзилой. Мне сказали пусяко. Пусяко было. А вы на ответили. Я бы сказал Годзилой, я просто думал, что она как меня она называла. Так она ответила, что ты для меня, я тебя называла пусякой, и ты сейчас для меня пусяко сказала. Я лучше знаю, видишь? Надо было бы слушаться. Пусяко. Ты для нас пусяко. Пусяко. Ноль баллов за этот ответ. Нет. Ну, было же. Ладно, 0,3 баллов. Спасибо. Ладно, 0,3 балла. Такие у нас довольно пластичные условия. Вы чувствуете, да? Да. И финальный вопрос для вас. Что самое красивое у папы? Ага. Ага. Что самое красивое? Ноги? Ноги. Кроссовки? По-моему, душа. Душа очень. Если бы спросили меня, я бы сказал, у моего папы самая красивая душа. Ну, поможет, я не знаю, типа одежда. Одежда. Они говорят, красивая одежда. Скорее всего, да. Может быть. Короче, кроссовки все вместе. Или глаза. Нет, процесс своего, я бы такого не сказал, конечно, глаза. Ну, конечно, нет. Душа. Мозг, ум, не знаю. Лоб. Лоб. Борода. Вот у моего папы красивая борода. Да. Я и мужа себе выбирала специально такой, что с бородой был с усами. А знаете, по какому принципу... Моя жена, знаете, по какому принципу выбирала мужа? Чтобы был мордатенький. Мордатенький. Так вот, извини. Самые красивые голы, может быть, она сказала. Голы, конечно. Самые красивые голы. Мой папа, мой папа, забивай голы. А представляете, Милана, бес в ребенка вселился, эээ, ты голы, ээээ. И фаер поджигает. Та-ра-сов. Та-ра-сов. И Дима смотрит, и такой, моя малышка. Моя милая. Ладно, пусть будет что-то из одежды, короче. Что-то из одежды. Крепки, кроссовки, может быть, они всегда говорят нам, что, кроссовки красивые, они делают, именно Милана делает акцент на одежде. Одежда. Одежда. Ой, господи. Давай, одежда. Ой, 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 ой. Ну, вы, конечно, да... Ну, слушайте, вы модники, а как по-другому сказать? А как по-другому? Вы прекрасно выглядите, у вас замечательная дочь, она классно нам отвечала. Большое спасибо ей. Большое спасибо. Большое спасибо своей сестре, что тоже поучаствовала. Большое спасибо. Алине большой привет, она классная. И здорово, что она так в прямом эфире управляла автомобилем, еще отвечала нам. Друзья, наш следующий раунд. Наш финальный раунд состоит только из одного вопроса. Профи, приятно иметь с тобой дело. Спасибо. Из одного вопроса. Вопрос серьезный. Вспомни. Важный. Все. Вспомни все. О родах. Абсолютно верно. Да! Вспомни все о родах. Вспомни все о родах. Роды. Роды. Извините. Друзья, вам сейчас нужно назвать цифру, и кто будет ближе с помощью этой цифры к правильному ответу, тот и победит. Мы знаем, что вы успешные, талантливые, вы знаете все о больших цифрах, поэтому этот вопрос специально для вас. Самый главный, самый важный, потому что он касается вау-вау. В 2023 году при рождении первого ребенка в качестве материнского капитала родители сколько думаешь? получат варианты 500 тысяч рублей, 457 тысяч рублей, 585 тысяч 500 рублей, либо 602. 6 тысяч 920 рублей. За первого ребенка. За первого, да. Поэтому я рискну предположить, что это приблизительно 457 тысяч русских российских рублей, не цифровых, а обычных российских рублей. Большое спасибо нашему корреспонденту в мире финансов и деторождения. Дима, Настя? Мне кажется, вариант А. 500. Сразу полляма, да? Потому что это первый ребенок, индексация тоже произойдет, или уже даже произошла. Да, ну потому что эта котлетка очень удобно лежит во внутреннем кармане пиджака. 500 и все, и убрал, и пошел. Да. Еще за одним. Половиночка. Все, спасибо, до свидания. Увидимся через год. За второго побольше, конечно. Вариант Б. 457. Да. Вариант А. 500. Пауза, барабанная дробь. Дело в том, что наш звукорежиссер заболел. Приходится мне. Па-па-па-па-па-пам. Итак, правильный ответ. Вы готовы? Вы готовы? Индивиант С. 585 тысяч 500 рублей. Нет, ну я то, что вы ближе были. Пошли рожать. Это за первой. Друзья, но учитывая победы в прошлых раундах, в нашем семейном вопросе побеждает замечательная пара. Любовь. Дмитрий, Анастасия, вы крутые. Поздравляю вас с победой. И сейчас и нашим проигравшим, да не так не проигравшим, нашим замечательным гостям, которые подарили победу. А, так лучше звучит. Подарили, да. И получили великолепную возможность вынести мусор. Становится Регина Тодоренко и Влад Топалов. Поздравляю вас. Спасибо. Это вам Дима. Хочешь развернуть? Настя. Посмотреть? Не надо. Вам мы вручаем все самое дорогое и ценное, что у нас было из этого полета в самолете. Здесь действительно. Там 500 тысяч. А должно быть 585-500. Пожалуйста, вам масочки. Вам, пожалуйста, берушки. Вот все то, что для молодой красивой семьи пригодится. Самый классный семейный подарок. Друзья, это было шоу. Семейный вопрос. Пишите в комментариях, какую звездную пару нам нужно позвать еще в гости. И подписывайтесь на «Все о родах», потому что здесь действительно все о родах. Большое спасибо вам за то, что были с нами. Скоро увидимся. Чао. Какие крутые наши гости. Я думаю, джигану надо звать точно.